что всем здравствуйте это прямой эфир жду сейчас пока все подключатся буквально минутку чтобы можно было узнать слышно меня или нет так да это очередной наш очередной эфир дамы с юлей сейчас по очереди проводим проводим эфиры про разные аспекты применения нлп вот и сегодня сегодня эфир сегодня эфир про нематериальную мотивацию сегодня я рассказываю про нематериальную мотивацию есть вопросы вот ну и надеюсь что вы тоже со своими вопросами придете и и зададите прямо здесь прямом эфире да кто присоединяется здравствуйте напишите пожалуйста как меня слышно и будем начинать до игорь приветствую вот да напишите пожалуйста как со звуком и будем и будем начинать разговаривать разговаривать про нематериальную мотивацию с точки зрения опи с точки зрения лингвистики игорь спасибо да все супер отлично слышно ну что тогда время кинуть не будем эфир в записи сохранится все равно поэтому кто не увидел что эфир тот может посмотреть потом кто сейчас есть и будет присоединяться можете тоже свои вопросы по ходу задавать вот а я начну с тех вопросов приветствую да приветствую кто присоединяется и я начну с тех вопросов которые нам присылали на эфир вот вопросы интересные я если честно даже ну наверное не не уверен что на некоторые из них ответить вот насколько успеем настолько ответим если если чего-то не получится или глубины не хватит то дальше у нас там будет я об этом еще скажу по марафоны и вебинары в общем мы с вами не переключайтесь итак вопрос вопрос первый как мотивировать себя рано вставать мы сразу сразу мы про мотивацию и сразу про нематериале данном случае совершенно точно не материально потому что сам себе вряд ли заплатишь денег для того чтобы там рано утром встать да но тем не менее вопрос это совершенно точно вопрос про мотивацию совершенно точно вопрос про про самую по самую суть наверное да про собственно свои цели про вопрос зачем существует наверное это это сложно может быть сначала это сложно выглядит да или странновато выглядит но вопрос зачем ты просыпаешься да он как бы тянет за собой вопрос зачем ты живешь и по идее у всех ответ есть более того действительно у всех ответ есть но однако же наверное следует понимать что несмотря на то что у всех есть зачем жить не всегда не всегда это может быть там прям вот прям радостно то есть если такие вопросы встают на тему там как мотивировать рано просыпаться как вообще там просыпаться пораньше да еще как-то вот я могу только только не только конечно например чеки некоторые все на на были детьми я тоже был ребенком ребенок ну я например за себя да скажу в школу я просыпался не очень охотно то есть вот к 8 в школу чтобы к 8 прийти в школу хотя эти было недалеко я просыпался не очень охотно ну видимо школа не особо меня радовало я так примерно вспоминаю да а вот например выходные дни я просыпался легко просто и гораздо раньше чем надо было просыпаться в школу почему ответ очень простой для потому что жизнь ребенка в выходные дня несколько прикольнее чем жить ребенка в школе ну пока ними так было у меня так было я думаю еще там многих людей это нам это нам ответ на то самое просыпание на как мотивировать себя рано вставать как мотивировать себя просыпаться пораньше навести порядок навести порядок с со своими зачем зачем мы просыпаемся у нас есть дела до дела там повседневные дела там еще какие-то там у нас есть планы на нашу жизнь вот эти самые планы на нашу жизнь то что то что мы делаем для этого то что нужно делать для этого она ну как 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 там с ними у нас юля привет как у нас с нашими повседневными делами мы понимаем мозгом что они нам нравятся но давайте вот мы про тело и про сердце тоже да мы там как это неокортекс лимбическая система и все остальное мы неокортекса мы нашим думательным мозгом понимаем что надо вставать и и что-то делать а при этом например там в лимбической системе возникает какой-то эмоция не то по этому поводу нам может не нравится что мы это делаем да там или печаль что это опять или или страх что типа что случится сегодня еще вот эти вещи надо бы как раз с этим с этим надо разбираться это речь не идет о том что типа там мы живем неправильно все поменять там вообще того там кибет все продали все уехать не речь об этом не идет речь идет о том что мы делаем что-то да мы понимаем это важность этого дам это делаем но например нам почему-то нас эмоции не очень хороший по этому поводу почему может быть мы не понимаем там чуть дальше зачем это нам да саша привет очень рад тебя видеть может быть мы не понимаем зачем нам это может быть параллельно с этим есть что-то что на соседних скажем так контекста до что страдает может быть мы это делаем как не так как уже нам не нравится и надо бы изменить здесь здесь вот наверное первый шаг это разобраться с разобраться вот вот этими вот нашими у нас уже ну петup экология да там что будет если будет что будет если не будет почему нет не нравится вот я смотрю на этом с одной стороны я понимаю что мне это хочется не это надо мне это важно да и даже примерно знаю зачем может быть там ухилить это зачем может быть понять побольше зачем может быть еще там какие то больше в большем каком-то периоде фреймер как называется может быть надо меньше может подключить побольше каких-то каких-то полезностей для этого то есть найти да может быть просто вот ну как-то убрать из этого эмоциональную сферу вот здесь этого вопроса нет однако я давайте немножечко его немножечко его тоже озвучу иногда иногда вот некоторые некоторые вещи люди думают что им нужна большая мотивация чтобы что-то делать там регулярно постоянно это же сколько казалось мотивации нужно для того чтобы там ходить заниматься спортом там там два раза в неделю там на протяжении он скольки лет это же какую мотивацию на тебе с самого начала там наделать не так что это вопрос мотивации может быть это просто вопрос некоторых строки вот давайте закончим даст с рано вставанием цена просыпанием однажды на ком-то курсе на практике был человек который хотел разобраться со своей стратегии как он просыпается и это было в рамках тренинга в рамках там какое-то упражнение сейчас точно не помню но суть в том что у него стратегия такая была двойная двойная стратегия себя будить то есть когда ты слышишь будильник дать тебе же нужно все равно привести себя какой-то такой бодрое состояние чтобы стать и пойти дальше делать и вот у него стратегия вот это вот включение себя по будильнику она заключалась в том что он сначала придумывал как бы вспоминал представлял себе все то хорошее что случится с ним вот в этот день и вот с каждым с каждым представлением с каждым представлением себе вот этого хорошего повышалось настроение у него повышал включаясь эмоции и как только они естественно включались выше какого-то сразу вставал побежал уровень эмоциональности уровень включенности он как раз приводит просыпание но если у него не хватало вот этих самых идей чего хорошего здесь случится он тогда это добирал плохим он тогда это добирал тем что плохого будет если он проспит если встанет поздно там если опоздает если еще что-то и это тоже повышало уровень эмоциональности то есть уровень включенности в эмоции он и там и там достигал определенного уровня человек вставал просто у него стратегия была такова что радостного как-то ему представлялось меньше чем печального ну с тем чем плохого и он это самое плохое чаще представлял и просыпался чаще в плохом настроении это может быть вопрос попросту на попросту стратегии Каким образом мы себя просыпаем, каким образом у нас устроена вот эта самая стратегия. То есть, либо это цели наши, да, мы разбираемся с целями, с экологией, либо это вот может быть стратегия. Это вот по вопросу, как просыпаться, как просыпаться рано, как мотивировать себя просыпаться рано. Вот, да, да, замотивировал выйти в эфир, Саша, как-нибудь давай вдвоем. Дальше, идем дальше по вопросам, как мотивировать детей учить уроки самостоятельно. Вот здесь давайте так, лично я в этом вопросе вижу упор не на мотивацию, а упор на самостоятельность. То есть, для меня здесь видится вот какая штука. Мотивировать вроде бы как нужно на то, что сложно, да, но здесь почему уроки самостоятельно сложно может быть. То есть, я бы здесь 100% посмотрел на самостоятельность. Собственно говоря, собственно, вот критерий самостоятельный, не самостоятельный, он для детей. Ну и вообще в вопросе воспитания детей он очень часто ключевой. Очень часто ключевой, потому что там, ну, нету, как сказать-то, сложности возникают. То есть, то уже есть самостоятельность, то еще нету. Ну, в общем, не всегда самостоятельности учат вовремя, да, не всегда ее спрашивают после того, как учили, а не до того, как учили. То есть, и вот эти вот вещи. А в чем проблема? Вот здесь я 100% здесь бы начал с вопроса, собственно, а что, ну, как бы, что с самостоятельным деланием уроков? Ну, как бы, что с ними не так? Ну, это неправильный вопрос, да, в чем проблема, но тем не менее. Ну, может, мне неправильно, ладно, нехороший, я там коучинг давай, невергий. Тем не менее, что не так-то с самостоятельным изучением урока? Почему этому надо заставлять? Почему ребенок просит или хочет, чтобы с ним родители делали уроки? То есть, может быть, может быть, там не очень понятный критерий. Ну, что такое сделал уроки? Что такое правильно сделал уроки? Вообще говоря, это вещь достаточно простая и понятная. Ну, в большинстве случаев. Ну, по крайней мере, давайте так, по крайней мере, в математике там все четко, да, например. Например, там есть задачи, есть упражнения, есть примеры, ты их порешал. Это всегда можно проверить. Если ты это понимаешь, это можно проверить. Если ты это проверил и увидел, что все правильно, зачем тебе папа-мама? Если ты не смог, да, если ты там что-то не понял, что-то не сделал, то есть, тогда, ну, спросить, что конкретно, да, то есть, когда мы вопрос имеем, тогда да. Некоторые уроки, да, конечно, могут быть там какие-то такие особенности у учителей, в том числе, когда ребенок не понимает, он правильно сделал, неправильно, и получается, там, то ли получишь там плохую оценку, потом родители еще наругают, да, а так с родителями вместе делаешь, если получил двойку, как бы родители уже не наругают, да, как бы нормально, тут они тоже в доле, что называется. То есть, почему ребенок просит делать с родителями уроки, почему он их не делает самостоятельно? Он не понимает или не существует, в принципе, критериев оценки, по которым можно это все проверить, то есть, вне школьной оценки, это может быть такое, вот, но с этим нужно понять, потому что, опять же, это решается немножко по-разному. С ребенком мы разговариваем, с ребенком мы разговариваем, с ребенком мы, да, можно поделать уроки, но давайте тогда, если стоит вопрос, как мотивировать его делать самостоятельно, то есть, как сделать так, чтобы ребенок делал уроки самостоятельно, убедиться, посмотреть, например, ну, давайте с математики, которая начинает, да, насколько он ее понимает, насколько ему нужно объяснять, делать не вместе с ним, как вот там сидеть и там говорить, да, а пусть он делает сам, вы сидите рядом, смотрите, что он делает, не ругайте, не кричите, там не бьете по рукам типа там той что ты пишешь нет давай ты делай как делаешь я смотрю есть вопросы задавай помогаю несколько раз чтобы чтобы увидеть получается ли у него вот это вот видит ли он эти вещи осознает ли он что делает зачем куда то есть ну какая-то стратегия да это вот даже может быть это не вопрос не лингвистики да и убеждение это фокусов языка тут тут такой наверно вопрос да давайте убедимся что он понимает критерии что он может это сделать самостоятельно и тогда и тогда может быть вопрос уже про убеждения то есть может быть он там не ленивый а папа с мамой всю жизнь за него делали а тут как бы хотят чтобы он теперь заново начал убеждаемся сначала что он действительно может их делать сам что критерии понятны что стратегия это дело не осуществует и но если нету постепенно передаем ему эти крепей хорошо продолжаем значит сделать с ним но тогда мы уже понимаем что мы это ему говорит что мы уже тогда то что мы делаем за него мы озвучиваем пусть это делает он и постепенно передаем постепенно ну как бы делегируем его делание его раздаırım это делали сами да а он сидел рядом и не запоминал, получается. То есть сейчас делегируем ему. Если критерии в принципе не существуют, как правильно, как неправильно, то этот вопрос тоже нужно объяснить. То есть, например, ну, вот это такой хороший тоже вопрос, да, он чуть-чуть выходит за рамки нашего повествования, за рамки этого эфира, но тем не менее, в ряде предметов школьных, ну, литература, например, когда, например, мы пишем сочинение, ну, вот так вот по-хорошему, да, там не должно быть правильного сочинения, должно быть свое, должно быть твои мысли, да, которые ты написал и обосновал. И вот если мы находимся в такой ситуации, то есть там нет критерий, критерий правильного сочинения не существует. Ну, то есть оно должно быть там по тексту, да, там их очень мало критерий, а в основном там должны быть твои мысли, которые ты на основе вот этого написал, обосновал, подтвердил там со ссылками чем-то еще если это сочинение не понравится учителю что бывает собственно я сам помните писал сочинение которые не нравились учителя то здесь здесь понятное дело уже вопрос там за пределами здесь нужно объяснить что ты сделал ты молодец написал ты объяснил ты обосновал все хорошо твои критерии сделан ты свои мысли выразил это правильно то что в школе там такие мысли не нравится по каким причинам это там пап с мамой тоже пойдут может быть там поговорят с учителем что это 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 за пределами за пределами мотивации да и так делать уроки самостоятельно убедиться что у ребенка есть критерии есть эта самая стратегии есть критерии чтобы проверить правильно неправильно если что эти критерии ему передать передать в рамках того самого там научения того самый там обратной связи высокого качества из того самого нашего и ну пида то есть убедиться объяснить ему детально как это делается что зачем почему как проверять как делать потом попробуй сам пройди по этому алгоритму прошел получилось молодец вот и сделать все хорошо это легко сделала сделал 2 это легко если он все понимает все делает но не хочет потому что это делали бы до этого тогда это вопрос тогда это вопрос того самого тоже зачем вообще вопрос мотивации это очень часто вопрос мотивации очень часто это вопрос того самого слова зачем но есть очень есть очень большой да там приветствую есть очень большая разница то есть вопроса зачем он единый но где и какой лежит ответ очень часто очень часто детям родители рассказывают зачем исходя из их из взрослости зачем тебе сейчас учить уроки потому что там дыры ляля там институт там вы виду там начальник ребенок этого это выходит это вполне возможно да и очень часто выходит за границы за вот тот самый фрейм до ребенка за границы в которых он ставит себе задачи цели за его горизонт планирования это выходит он не понимает что там где будет для ребенка институт это где-то нет в принципе да но он никак не связан с его линии времени то есть у ребенка она до туда не простроена с линия времени детей по сравнению с линии времени взрослых она более детально на более растянута поэтому туда влазит только какие-то там вот ближайшие события вот это это надо помнить родителям и мотивировать делать уроки зачем предлагайте зачем который ребенок ребенок осознает здесь чем хороши чем хороши например там хорошие отметки в школе ну мы же понимаем да мы родители мы взрослые понимаем что оценки школьные это ну такое да там в принципе конечно пятерка это здорово но понятно что пятерка это далеко не высшая оценка что могут быть и бывают там некоторые предвзятости у учителей мы все прекрасно понимаем тем не менее оценки существуют и тем не менее в школе оценки являются является важной важной штукой и теми самыми таки пиа если угодно вам по взрослому на по взрослому аналогия так вот если у ребенка оценки хорошие если у ребенка например больше пятерок то к нему отношение учителей меняется прям здесь и сейчас и вот это вот нам может быть и не нравится то есть это да это та самая предвзятость это те самые когнитивные искажения которые допускают том числе в школе ну будем честны допить конечно но при этом это это и в этом и польза есть если у тебя все нормально с оценками то ребенка да то для его какие-то другие может быть моменты на них будут смотреть мягче спокойнее там на поведение мягче там на внешний вид хочешь ходить в школу в джинсах и длинными волосами джинсы сейчас наверно никому нельзя да все-таки там опять школьной форме довернулись но как бы чуть более там чуть более расслаблено да там с прической какая тебе хочется они чтобы тебе там за учителя если вот эти 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 вещи ребенка могут быть понятны вот что и что его тревожит что его волнует и его зачем мы должны быть его когда мы объясняем зачем 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 ему делать уроки да зачем ему делать самостоятельно постарайтесь чтобы это было из него из его жизни это не это не вопрос какого-то там особо сложных слов это вопрос него то есть послушать да и говорить его словами говорить его ценности привязывать самые уроки к его ценностям его задача вот хорошо идем дальше с вопросами я думаю вот надо закончить с детской здесь детско-школьной темой как мотивировать партнера избегать гиперопеки над ребенком оставить его в покое тут у нас это хороший вопрос это взрослый вопрос взрослый вопрос про взрослых ради взрослых и вот тут вот я об этом упоминал существует такое небольшое небольшое искажение небольшая как бы типа сложный для такая часто встречающаясь с одной стороны сначала очень хочется оградить ребенка от всего от всех ошибок от всех возможных сложностей где-то даже все сделать за него но так чтобы потом 18 лет он хоп и стал самостоятельным ну желательно сразу да и целиком самостоятельно то есть там готовить стирать там за ним убирать потому что вот там как бы сыночка или доченька до 18 хоп и он все это сам я ли она да сюда сам начали делать нет вот здесь как раз здесь как раз вопрос в том что вот этому самому партнеру которая с гиперопекой стоит почаще объяснять вот эту идею того что самостоятельность это навык серьезный большой навык состоящий из множества компонентов и его надо развивать ведь как только ребенок как только ребенок просит что-то попробовать сделать самому так как только ребенок готов что-то попробовать сделать или как только есть повод ему что-то поручить хорошо бы это делать для того чтобы вот ту самую самостоятельность здесь я бы здесь я бы точно совершенно говорил о такой ценность и в самостоятельности я том, что ее надо выращивать и для этого для партнера с гиперопекой я бы говорил о деталях этой самой самостоятельности протягивал протягивал вот эти вот что сейчас пусть он немножечко сделает это будет самостоятельность потом больше, выстраивать, предлагать новые стратегии, объяснять, разбивать, может быть, его стратегии. То есть этот партнер с гиперопекой, он знает, как делать, да, там, как, например, там, типа, как что. Давай вот это как что разобьем на маленькие кусочки и какие-то из маленьких кусочков будем понемножечку отдавать ребенку. Контролируя, проверяя, помогая, но тем не менее. То есть здесь я могу предположить, что у взрослых некоторые, некие навыки, да, некоторые навыки, они давно стали вот такими большими. То есть не бьется уже на детали. Там, не знаю, ухаживать за собой, да, прибираться в комнате, там еще что-то. Это вот такие вот уже мета-навыки, не мета, извиняюсь, мега-навыки, да, большие. И человек может просто не рефлексировать детали, не рефлексировать элементы этого навыка. И когда ребенок на его глазах начинает что-то из этого делать, то сразу получается, да, ребенок делает маленько и может быть чуть-чуть неправильно. И из этого возникает сразу в голове у человека, что типа там, а, тут сейчас там много-много там. И сразу возникает страх, да, возникает, или гнев возникает, или еще что-то эмоциональное на тему там срочно все исправить. Да, срочно все замерли там, типа там шап, мама сделает сама, да. Вот, помочь, то есть здесь, здесь вот в качестве мотивации, в качестве зачем, да, это вот эта вот идея о том, что мы развиваем самостоятельность. Кусочками наращиваем, наращиваем постепенно, больше, больше, больше. Раз. А второе, помочь, помочь человеку вот этот вот большой навык разбить на частички. Разбивать на детальки, чтобы эти детальки были сенсорные, понятные, ребенку, чтобы он мог сделать, проверить, проконтролировать, желательно сам. Вот здесь мы тоже немножечко в стороночку забегаем. Это, ну, это в том числе для успокоения, вот, наверное, таких вот гиперопекающих. Так, если мы человеку выдали, скажем, навык, да, выдали позволение его реализовывать и выдали критерии, по которым он сам может проверить, то он может этот навык сам улучшать. То есть это не вопрос, мы его научили, и он делает дальше вот так вот правильно. Мы ему объяснили, он делает, как получается, постепенно получается лучше. То есть это вопрос того, чтобы мы в том числе создали вот эту некоторую безопасную среду для развития и объяснили, что она, да, такая, то есть, ну, вот, ну, не страшно же, если вот он сейчас вот возьмет и сделает вот это. Там, если не получится, в крайнем случае, там, переделать, тут страшно нету, да, то есть ничего такого здесь, там, ничего не рухнет от вот этого, от маленького. То есть вот так вот разбивать и помогать, помогать, перетаскивать с идеей мотивации на самостоятельность. Заодно, заодно, да, заодно помогать вот этому партнеру навык вот это осознавать, да, что правильно, как правильно ему тоже будет полезно. Вот, дальше, идем дальше по вопросам. Да, такой, такой сразу вопрос, да, кто слушает. Тут есть заготовленные вопросы, которые люди присылали уже, когда вот мы готовили вот это все, но у вас, если есть вопросы, вы же их пишите сразу тоже, вот, то есть обязательно пишите, пишите сюда вопрос, я на них буду реагировать, вот, если вдруг сейчас сюда не напишите, потом можно 17-го числа будет большой у нас с Юлей вебинар, куда тоже мы приглашаем вас с вопросами, поэтому, поэтому помните, 17-го сентября, большой вебинар про исправления всяческие в отношениях и улучшениях. Вот, ну а мы идем, а мы идем дальше. Как мотивировать мужчину быть романтиком, чаще дарить цветы, больше ухаживать за женщиной, со временем романтика пропадает куда-то. Романтика пропадает вместе, романтика пропадает вместе с влюбленностью. То есть определенный, определенный такой вот, как сказать, этап, что ли, когда мы, когда мы изучаем человека. То есть это новый человек, этот человек нам понравился, то есть чем-то этот человек нам понравился, мы его изучаем, изучаем из идеи о том, что в нем еще что-то есть хорошее, сейчас мы этого найдем, и исходя из того, что вот из этого всего выстраивается, мы прогнозируем какое-то классное будущее. Вот это, наверное, основа стратегии влюбленности, и это, наверное, мы давайте будем за ту романтику в том числе считать. То есть некоторая такая нестабильность отношений еще, потому что то ли мы вместе, то ли нет, на фоне открытия вот этого вот хочется быть почаще вместе, хочется говорить, хочется узнавать. А теперь давайте поймем, что, ну, как бы, что, наверное, это, ну, что это закрывает со временем. Ну, некоторое, ну, понятное дело, что, что, как бы, большая стабильность вот тех самых там долговременных отношений, да, и серьезных отношений, то есть вроде бы мы уже все вместе, да, вроде бы мы уже там все, как это, ну, там одна семья, да, и все, уже никто никуда не денется, да, это, это, понятное дело, снижает вот эту самую романтику, и плюс, и плюс вот большая узнаваемость, плюс большая узнаваемость друг дружки. То есть все уже типа известные все, да, знаем друг друга, вот. Вот, и ничего больше нет, 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 нет ничего, что надо дальше еще изучать из человека. Простроены все будущие, простроены планы на будущее. И вроде бы как нет ничего, чего искать можно для нового какого-то будущего. Может быть даже, может быть даже в будущем нету и каких-то свободных мест для того, чтобы какой-то новый навык своего мужчины, да, вопрос же про это, чтобы его там, или женщины, ну, для мужчины, чтобы было пространство для развития этого, чего-то нового. То есть, наверное, здесь имеет место быть некоторое выстраивание границ, некоторое выстраивание самостоятельности, некоторое выстраивание своей, своей жизни. Не то, чтобы там надо скрываться, там, прятаться и там что-то еще, но свои увлечения отдельные, которые, в принципе, там, может быть даже для этого и не надо никуда ходить. Может быть для этого надо даже и дома как бы это делать там самостоятельно, но что-то новое, развитие, да, дать повод для того, чтобы человеку было чего нового исследовать в вас, да. Если мы делаем одно и то же, что мы делали и раньше, и продолжаем делать дальше, здесь нет поводов лишний раз смотреть. Ну, такая, такая, такая ситуация, да. Если мы находимся в некоторой, в некоторой стабильном, в некотором стабильном контексте, если мы находимся в общении с человеком, который, в принципе, стабилен и одинаков, да, ну, так вот, то это вопрос не того, что мы являемся, там, какими-то плохими, да, там, а, мужчины, там, перестали вот это все делать. Нет, это вопрос, в принципе, мозга нашего, который видит, что здесь паттерн повторяется, он паттерн фиксирует, все, здесь стабильность, мы пошли куда-то дальше. То есть в хорошем смысле слова нужно хоотизировать немножечко, добавлять что-то новое, что-то менять, чтобы были поводы, чтобы были поводы вот это вот, ну, держать внимание здесь. И я здесь сказал бы, что, наверное, в обратную сторону то же самое. То есть изменения. Ну, причем я не думаю, что там это изменения такие вот очень простые, типа там, раз волосы перекрасила, все. Нет, какие-то, может быть, действительно новые увлечения, какие-то новые, какие-то новые горизонты, чтобы какие-то в будущем открывать что-то еще, то есть раскрывать какие-то контексты в будущем, которые, в которых что-то будет, ну, в которые можно смотреть на тему там, тут мы ничего не знаем, давайте подумаем об этом. То есть какое-то, может быть, совместное, совместное новое будущее начать выстраивать, предлагать, втянуть в него. Ну, причем новое, давайте так, чтобы это не было повторением старого, там, или улучшением старого, да, а что-то вот действительно, что-то вот действительно новое предлагать, вовлекать. Да, Юля, совершенно правильно, нужно к себе перестать привычно относиться и открывать новое к себе, чтобы была загадка, чтобы была загадка, чтобы была отгадка, да, чтобы возможны были вот те самые новые планы на будущее, которые можно строить, в которых интересно, и ради которых можно снова смотреть на своего партнера, на тему там, о, типа, что такое в нем интересное есть, а для вот этого, а, вот он же вот это умеет, так мы же там можем там, у-у-у, вот. И, ну, как-то не гарантирую, что все вернется прям в ту же самую влюбленность, которая была раньше, да, изначально, но вернется отчасти, то есть сколько будет, и сколько будет от этого нового, сколько будет до резона, столько, в принципе, и вернется. Вот, ну что, двигаемся дальше. Ну, как-то продолжение, да, продолжение этого вопроса, наверное, как мотивирует женщину начать красиво одеваться и ухаживать за собой. Ну, отчасти, отчасти ведь тоже здесь, вот, продолжение предыдущего вопроса. Привычность. Привычность, новые, то есть уже больше ничего не надо, да, может быть даже, может быть даже где-то снизить, поработать собственной ревностью ее снизить, потому что здесь, вы знаете, не раз и не два, и не три, и не четыре. При работе с лишним весом, когда женщины обращаются, там вылезают мужчины. Ну, в смысле, они об этом говорят. То есть, очень многие женщины, ну, давайте, ладно, статистики нет, это, ну, я предполагаю, набирают вес, чтобы, ну, как бы, чтобы их, чтобы их перестали ревновать, чтобы их не ревновали их мужья. Ну, то есть, муж же уже есть, есть, дальше мужское внимание не нужно. А как его выключить? И как? Оно есть уж, извините, да, дорогие женщины. И поэтому, если, вот как, продолжаем быть красивой, да, мужское внимание никуда не девается, муж ревнует, проблемы в семье. И чай беда. Вот, и чтобы вот в этом смысле успокоить женщину, то здесь вот, наверное, одной из самых главных мотиваций на это является отсутствие, ну, или снижение ревности, если вы слишком ей привержены. То есть, поверьте, здесь, наверное, здесь, я думаю, не нужно, здесь, я думаю, не нужно именно мотивировать женщину хорошо выглядеть. Я думаю, что женщины это умеют, да, и хотят, мне так кажется. Вот, а вот не мешать, да, не мешать, не запрещать. Не мешать, не запрещать. Может быть, даже, может быть, даже что-то такую, какую-то такую хитрую штуку простраивать. Типа, ну, на тебя как смотрят, типа, я прям так радуюсь, что у меня такая красивая жена, что у меня такое сокровище мое, да. Вот примерно такая цепочка, да, мотивирующая. Ну, и заодно, и заодно, наверное, как-то, ну, если вот тут как бы тонко, да, мотивировать или научить, неплохо бы убедиться, что у женщины есть вот этот вот навык справляться, что ли, с ненужным мужским вниманием. То есть, то, что вы, например, не ревнуете, ну, да, там, к ней, там, на нее обращают внимание, да, там, ей там кто-то, там, коллеги дали цветы или что-то еще. Вы, вы по этому поводу не ревнуете, да, это хорошо. Вы по этому поводу, там, как-то радуетесь и гордитесь ею, да, да, хорошо. Но, ну, как бы, чтобы она-то там не тревожилась сама по себе от этого мужского внимания, не знаю, фильмы какие-нибудь подсунуть, где там какие-то неприступные женщины, да, на это внимание обратить, чтобы, ну, чтобы стратегию показать, чтобы указать, может быть, на вот эту самую стратегию, как это делать. То есть, если у нее это вызывает сложности. Вот, здесь вот, наверное, да, здесь, наверное, не мешать. Ну, не мешать и поддерживать. В принципе, рассказал, рассказал уже как. Ну, и, наверное, что? И, наверное, последний вопросик, да, отсюда. Я объединю, наверное, давайте я их объединю, или не объединю, не знаю, ладно. Как мотивировать мужчину выносить мусор из дома, пылесосить, в общем, помогать по дому, да. Это очень сложно, скажу я. Здесь, опять же, если возвращаться к этой самой нейролингвистике, к нашим любимым таким типа хитрым фразам, да, фокус языка и вот эти вот все разные вещи, то выстраивать, выстраивать, опять же, цепочки, объясняющие, показывающие, как связаны вот эти вот элементы, которые вы хотите от него, с, ну, с какими-то ценностями, с какими-то ценностями его, с какими-то ценностями семейными, которые он поддерживает, с какими-то ценностями вашими, которые он учитывает, которые ему, ну, типа, важны, да. То есть, зачем ему помогать по дому, да. Что это, с чем это может быть связано? Забота, да, может быть, забота. Там, каким образом, каким образом, там, это является, там, проявлением его любви, может быть, да, проявлением его, там, силы, ну, там, тяжело же пылесос, да, так сказать, например. Ну, это простенький, может быть, пример, но, но тем не менее. То есть, есть ценности, с ними как-то надо связать. И, наверное, обязательно убедиться в том, что, убедиться в том, что, что он умеет, да, если не умеет, то вы не слишком сильно ругаетесь. Научиться объяснять, если он, ну, как, может же быть такое, да, что он уже однажды пробовал помочь. И это, как это, это, это получилось, получилось как-то не так. Это получилось как-то не так, да, там, вы высказали по этому поводу, высказали по этому поводу, ну, и, как-то, типа, уже демотивировали, да. То есть, опять, ну, опять возвращаемся к вот той самой идее, ну, в том числе, да, в том числе идея обратной связи высокого качества, как научить кого-то делать что-то. То есть, мотивировать это одно, учить это другое. То есть, если мы объяснили, что это помощь по дому, это забота о вас, еще что-то, то это никак не помогает, если он не умеет делать, да, ну, и тем более, если вы еще и продемонстрировали требовательность в этом моменте. Ну, то есть, если его нужно не только мотивировать, но еще и учить, тогда вот давайте ОСВК, да, человек что-то сделал, мы на это смотрим, и мы его хвалим за то, что получилось хорошо и мягко, спокойно, не переходя на личности, да, исключительно в позитивном ключе, детально, подробно, понятно говорим, что можно улучшить в следующий раз. То есть, вот это сделал хорошо, вот это сделал хорошо, вот это сделал хорошо, спасибо тебе, молодец, можешь, пожалуйста, в следующий раз вот это вот так вот сделать, да. Типа, или там, ну, просто прошу там, типа, а можете попросить в следующий раз еще вот это вот сделать, да, или вот это вот просто вот туда убирать, там, или, ну, дальше я уже не знаю, там, чего сделал неправильно, что нужно скорректировать. То есть, что сделал хорошо, что можно улучшить, что можно еще сделать. И еще раз, улучшить в формате сенсорно, то есть просто, понятно, да, в позитивном ключе, не переходя на личности, в формате не ты, ну, даже, может быть, лучше там не ты, а так, типа, можно вот так, да. Ну, а если ты там, то как-то вот больше, больше, наверное, в таком, как ты тоже позитивно поддерживаешь. Так нормально. И это касается, это опять же касается тоже не только, не только мужчин, касается, в принципе, людей, это общая, общая, наверное, штука. И вот тут следующий вопрос, наверное, последний, действительно, на сегодня. Как мотивировать женщину вкусно и разнообразно готовить? То же самое. Давайте так вот. То же самое штука. Опять же, для чего это нужно, в том числе, например, ей? С учетом того, что разнообразие в еде, это еще и, там, может быть, хорошо для здоровья, там, похудание и всего остального, да, если такие задачи и цели стоят. А второе, ну, там, вопрос не только в мотивации, вопрос еще и в умениях. Если эти умения есть, то это одно, если этих умений нет, то, типа, у мамы было лучше, или мама готовила не так, это не те слова, которые надо говорить, вообще не те. Опять же, у СВК, да, опять же, что получилось хорошо, что можно улучшить, что еще хочется, что можно попробовать, а давайте, в конце концов, вместе попробуем. Вообще говоря, я бы вот тут вот, я бы тут, например, в том числе, прям натурально предложил самому бы тоже готовить. Почему нет? Это прикольно. Вообще, я искренне считаю готовку единственным, единственным, стопроцентно существующим и доступным для всех контекстом, где можно проявить творчество. То есть писать стихи, рисовать картины, там, что-то еще, это, ну, может быть, не для всех дано, может быть, это требует каких-то особых навыков, еще чего-то, да, требует, в конце концов, там, ездить куда-то, не всегда и не для всех, может быть, это нравится, да, или удобно, доступно, я не знаю. Но кухня и готовка – это действительно место, где 100% любой человек может проявить творчество. А творчество – это круто. Сейчас я вас мотивирую готовить, если кто-то вдруг не догадался. То есть это повод, это возможность проявить творчество, сделать что-то интересное, сделать что-то необычное, поэкспериментировать. Вот, и, ну, и сами тоже попробуйте это сделать. И вовлекайте тогда вот вашу женщину вот в это все. Потому что, ну, повторюсь, это прикольно. Творчество – это прикольно. Вот, ну что, мы с вопросами, мы с вопросами на сегодня закончили. У нас осталось, конечно, еще парочка вопросов, буду честен. Но мы их оставили, они, наверное, слишком большие, да, выходят чуть-чуть за рамки. Вот, мы оставили их вот на большой, на большой эфир 17-го числа вместе с Юлей. Вот, ну и, собственно говоря, на марафон, на наш, на наш большой марафон про отношения, который начнется 28-го числа. Поэтому следите за анонсами, либо сразу пишите в личку и говорите, куда бежать, куда бежать. И я сразу скажу, куда бежать. Юля скажет, куда бежать, все скажут, куда бежать. Вот, копите вопросы, несите вопросы, пишите вопросы. Ждем вас 17-го бесплатный, 17-го бесплатный совершенно промо-вебинар. И тоже вопросы свои готовки, приходите туда. Ну что, а на сегодня, а на сегодня завершаем. Всем спасибо, кто был. Всем спасибо, кто еще будет. Кто будет смотреть в записи, вам тоже. Всем большой привет и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok